Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Житие святого Иоанна, епископа Суздальского, 15 октября. До этого преподобного отца нашего, приизящного и твердого наставника, епископа Иоанна, горний Иерусалим был как бы родиной и отечеством. Ибо по житию своему святой мог быть назван земным ангелом и небесным человеком. О месте рождения святого города, то было ли село, о родителях его, обучении грамоте и о времени принятия им иночества, сведений не сохранилось. Известно лишь, что святой Иоанн пребывал в некой обители, где в исполнении порученных ему служб отличался послушанием к игумену и братье, изнуряя тело своим великим воздержанием, побеждая страсти и наветы бесовские. И был он любим и славим иноками обители, и игуменом, так как являл собой образ всех добродетелей, согласно словам апостола Павла. Плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых нет закона. И по псалмопевцу блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны испытающие сведения его, всем сердцем ищущие его. Блажен муж, боящийся Господа, в заповедях его восхочет зело, сильной на земле будет семья его. Игумен монастыря того, муж опытный, в иноческом жительстве, руководил блаженного Иоанна и учил его уставу иноческому, наставляя его иметь страх Божий перед очами своими, не пренебрегать убогими, не возноситься ведением, но всегда пребывать в смирении мысли, не унывать в скорбях, но мужественно переносить их и не жаловаться на случающиеся напасти. Ибо по внушении Святого Духа Игумен предвидел, что блаженному Иоанну предстоит принятие епископских престолов и благоверно пости Христову паству. Принимая духовные поучения Игумена, блаженно исполнял их еще с большим тщанием, подобно плодородной земле, в старице возрастающей посеяния семена. Постился же он так, что принимал пищу лишь через два дня на третий, а иногда не ел и всю неделю, кроме воды он ничего не пил. Усердно изучал он святые книги, читал их без сомнения и с умилением толковал себе сказанное в них, обливая слезами влосяный стихарь свой. И такие слезы даровал ему Господь, что без них он не мог ни хлеба вкусить, ни проговорить слово. Всегда имея мысль о смирении по слову апостола, Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. В то время великим князем Суздальским был Борис Константинович. Посмотрению Божией блаженный Иоанн за великую добродетель смирения и исправление иноческого образа жительства был поставлен патриархом цареградским воепископа городов Суздаля, Нижнего Новгорода и Городца. Вручив блаженному Иоанну паству, патриарх отпустил его с миром в город Суздаль. Когда епископ приблизился к городу, навстречу ему вышел благоверный великий князь Борис Константинович в сопровождении сановников. Встретить епископа вышел также Священный Собор, Инокий, весь Клир с крестами и множество народа, мужи и жены, старцы, юноши и дети. Когда епископ был близ городских ворот, весь народ окружил его. Но, преклоняясь перед ним, люди принимали от святого благословения и целовали ноги его, воспевая с радостными слезами молебное песнопение. Святой же Иоанн повелел народу часто взывать «Господи, помилуй!» и, воздев руки к небу, стал молиться. «Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, Царь царствующих и Господь господствующих, Создатель всей твари видимой и невидимой, безначального Отца сопресносущный и собезначальный Сын, Нищий и убогий, дерзаю я призывать чудное, страшное и святое имя Твое. Тебя, неизреченного света, призываю я, облеченный немощной плотью, которую восприял Ты нашего ради спасения. Не отвергни убогой молитвы моей. Спаси город этот, в котором благодать Твоя назначила пребывать моему смирению. Спаси всякий город и всякую страну от губительного голода, землетрясения, потопа, огня и меча, От нашествия иноплеменников и междоусобной брани. Ибо милости в Ты и Тебе славу воссылаем во веки веков». Окончив молитву, святитель сказал «Мир всем!» Народ ответил «Аминь!» Затем все отправились в город, славя Бога. Окончив молебное песнопение, епископ Иоанн вошел в церковь при святой и при благословенной владычице нашей Богородице и при сна Деву Марии, чеснага и славного ее рождества. Часть народа вошли с епископом в церковь, на божественную литургию. Другие же, не вместившиеся в церкви, стояли вокруг нее, принося благодарение Богу за то, что он даровал им столь чудного и святого епископа. Когда божественная литургия была совершена, благоверный князь Борис Константинович и бывшие с ним удостоились чудного видения. Они увидели, что на святителя сошла божественная благодать в виде света великого и осенила его. Приняв от рук епископа Просфору, благоверный князь Борис Константинович и граждане славу воссылали Христу Богу, целовали блаженного Иоанна и удалились каждый в дом свой. На другое утро, в воскресенье, блаженный Иоанн, совершив богослужение, был посажен на святительском седалище. Он преподал мир верному стаду и исполнил сердца всех духовным весельем. Епископ принимал всех, сошедшихся к нему, с утешительными словами, и было слово его по апостолу приправлено солью, и напаяло оно сердца, как река медоточивая. Собрав в одно из воскресеньев всех граждан, епископ обратился к ним с духовным поучением. Страшно мне, братья, ибо сам святительский превышает мои силы. Ужасаюсь я, думая о кончине моей, и размышляя о величии порученного мне дела, ибо я вижу себя недостойным сана святительского. Но Господь поставил меня пастырем словесного своего стада и привел меня на это служение известными ему лишь судьбами. Его же судьбы бездна много. Посему было бы для меня преступлением молчать, и я должен считать себя не наемником, но пастырем. Молю вас, братья, крепко стоять и держаться правой веры, отвращаться от всякой нечистоты, блуда, лжи, воровства, зависти, клеветы и идолослужения, устраняться от всякой ереси и всякого зла, часто посещать святые Божьи церкви и соблюдать справедливость. Ибо апостол сказал, основание бояного никто не может положить, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Положено же это основание через святых апостолов и святых богоносных отец. Оно есть православная вера, проповеданная, утвержденная и извещенная святыми вселенскими соборами. На этом основании веры следует полагать нам по апостолу золото, серебро и драгоценные камни. Просто сказать, создать на основании этом дела благие. Ибо жизнь вне правой веры к Богу, жизнь непросвещенная. И вера без благих дел не может довести нас к Богу. Следует соблюдать и то, и другое, чтобы быть вполне Божиим человеком, и чтобы жизнь наша не страдала недостатками. Ибо апостол сказал, что спасает лишь вера, действующая любовью. Вскоре поступление на кафедру Иоанн по повелению благоверного великого князя Бориса отправился обозреть город и обойти внутри и окрест его со священным собором и клириками, с крестами и иконами, воспевая молебные песнопения Господу. И приступил к нему благоверный великий князь Борис Константинович с прочими вельможами, князьями и боярами, прося у него благословения. И пископ благословил их. Тогда великий князь дал ему пятьсот златников и сказал, «Тебе, владыка, как новопоставленному и вновь пришедшему, много предстоит ныне раздать церковным обнищавшим чадом. Прими на это приношение наше». Иоанн же не согласился принять его. Тогда снова великий князь сказал ему, «Прими, о причестные очи, это малое приношение своего сына». Видя его ревность, преподобный принял дар и вручил золото слугам для раздачи. Благоверному же князю сказал словами псалмопевца, «Даст тебе Господь по сердцу твоему, поменет всякую жертву твою, сеста Женя твое будет тучно». Обойдя город, епископ со священным собором, клириками, с князьями, вельможами и народом вошел во святую церковь при чистой Богородице и отслужил здесь божественную литургию и молебен. По окончанию божественного богослужения князь обедал на трапезе епископа и всему народу велел предложить хлебы. Насытившись, все разошлись, каждый в дом свой. Епископ Иоанн ревностно предался духовным делам, мучая и наказуя, утверждая и утешая, щедро помогал он бедным и на деле являл всем образ и устав благочестивого жития. Найдя, что доходы во епископе и слишком обильны, Иоанн велел часть их уделить на больницу, которую он благоустроил, поручив ее надзор двум благоговейных иереев, чтобы они заботились о снабжении ее всем необходимым. Епископ часто посещал больных и доставлял им все необходимое, заботясь об их исцелении. Поучая их духовными словами, он укреплял их, ибо, слушая его душеполезные речи, они забывали свои страдания. Прибывая во епископе, полагал он по евангельскому слову душу свою за овец пасту своей и любовно заботился о спасении всех. Невозможно достойным образом поведать о трудах, которые исполнил этот истинный труженик. Воссылал он моления к Богу. На молитве же стоял он непоколебимый, как бы вылитый из меди образ. Был он молчалив и кроток, никогда не гневался. Питал неизмеримую любовь, одинаково к знатным и простым людям. Отвращался от тщеславия и лукавства. Кроме этих добродетелей, обладал он даром учительства и слова. Так что многие приходили к нему за наставлением, не только из Суздаля, но и от других окрестных городов. Не витиевато, говорил святитель, но нравоучительно, обращая всех на покаяние. Богатых учил он не величаться богатством и не уповать на мимо текущее богатство. Вдовиц прилижать к посту и воздержанию, и избегать украшения в одежде. Получив от святого духовные дары и пользу для души своей, наставленные им уходили в домы свои, благодаря Бога за такового пастыря. Многие же из них отрекались от мира и принимали иноческий образ. Однажды блаженный Иоанн по своему обычному правилу стоял на молитве перед образом Матери Господа Иисуса Христа и часто, взирая на икону, так молился. «О, Пресвятая Госпожа Богородица, заступница крепкой и помощница роду человеческому, будь нам ходатайцею перед сыном своим, чтобы он призрел с высоты на город сей и обитель сию». Отцев, отпев канон Благодарственной Пресвятой Богородицы и совершив правила, блаженный Иоанн сел, чтобы отдохнуть. Но в это время пришел к нему благочестивый князь Борис Константинович. Приняв от святого благословения и молитву, стал он беседовать с ним наедине о пользе душевной. Полный благочестивых мыслей князь исповедовал ему такое свое благое намерение. «Благослови меня, Отче Святый, и помолись прилежно Господу Богу, чтобы он ради святых молитв твоих сподобил меня получить желаемое. В державе нашей, в городе Суздале, нет общежительной иноческой обители. Если бы Господь помог мне, твоим молением, создать каменный церковь о имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честного Его преображения, и при ней воздвигнуть обитель, таково мое сердечное желание. Благослови меня, Отче, и умоли о всем Бога. Я же молитвами твоими отправлюсь в Нижний Новгород, в обитель Печорскую великого преподобного отца Дионисия. Там я попрошу его дать мне одного из учеников его, кто был бы искусен в создании храма Божия и в устроении монастыря». Святой Иоанн сказал, «О, князь великий, доброго дела желаешь ты. Господь Бог да будет помощником тебе и правителем твоего душеполезного начинания и да охранит путь твой». Сотворив молитву за князя, епископ благословил его, дал ему духовное о Христе целование и отпустил его с миром. Благочестивый же князь Борис возрадовался радостью великой и отправился в Нижний Новгород, в честную обитель, вознесение Господа нашего Иисуса Христа, к преподобному отцу Дионисию, которого он и ранее посещал, ради его молитвы и благословения. Любя эту обитель Печорскую, князь снабжал ее всем необходимым. Братьей в то время было в ней 780 человек. Прибыв в монастырь, князь Борис уединился в келье с преподобным Дионисием, долго с ним беседовал о пользе душевной и рассказал ему о святом епископе Иоанне и о житии его, как он презервает убогих, посещает больных и помогает вдовицам, и как он благословил его построить общий монастырь на собрание иноческого жительства. Поклонившись преподобному Дионисию до земли, князь сказал, «Благослови меня, отче, и дай мне из обители одного из учеников твоих, который был бы искусен в построении монастыря, чтобы не возвратиться мне в Суздаль без исполнения желания моего». Преподобный же Дионисий возблагодарил за все Бога, воздал ему хвалу за неизреченное его милосердие и сказал, «О, князь, ты устрояешь благое дело, Господь наш Иисус Христос да поможет твоему душеполезному начинанию и да наставит тебя в твоем стремлении к благочестию, ибо всяк дар совершен, сходя от Отцов Света». Сотворив молитву, преподобный Дионисий благословил князя, обещав все, чего тот просил, отпустил его с миром. Благочестивый князь Борис Константинович исполнился радостью и веселье, ибо Господь сподобил его получить желаемое, и отправился он в обратный путь, в город Суздаль. В то же время велел он возить камень и известь на создание обители. Преподобный же Дионисий по просьбе князя избрал из братьев своего монастыря благопослушливого ученика именем Ефимия и, сотворив молитву, послал его в город Суздаль. «О, чадо!» — сказал преподобный Ефимию, «не унывай в скорбях. Господь тебе помощник и руководитель во всяком благом деле. Иди в богоспасаемый город Суздаль. Там, в преславном храме Пресвятой Богородице, ты увидишь священного епископа Иоанна». Тогда блаженный Ефимий был еще молод летами, но духовной мудростью превосходил старцев, украшенных многолетними сединами. Было ему всего 36 лет. Приняв от преподобного Дионисия молитву, как копье, острое против видимых и невидимых врагов, Ефимий пошел на запад от обители и дал Господь ему силы совершить свой путь легко и без замедления, и скоро он достиг города Суздале. Увидев чудный и прекрасный храм во имя Божьей Матери, Ефимий вошел в него и поклонился перед святыми иконами Господа нашего Иисуса Христа, причистой его Матерь и всех святых. Совершив метание перед епископом Иоанном, он просил его о благословении и молитве. Иоанн благословил Ефимия, дал ему о Христе целование и ввел его в епископские палаты. Здесь он много беседовал с Ефимием о пользе душевной. По беседе же они вознесли Господу всеночную молитву, чтобы он не послал им в помощь ангела, наставника верного. Когда занялась заря, святой Иоанн совершил обычное утреннее песнопение и, преподав мир, облабызал Ефимия и отпустил его. На другой день воскресения, по окончании утренней божественной литургии, епископ Иоанн снова позвал Ефимия для духовной беседы. Узнав о прибытии великого князя Бориса Константиновича в суд за Ефимий, пошел к нему. Князь был весьма рад его посещению, принял его с великой чести и сказал ему, что желал его прихода. Им же образом желает олень на источники водные. После долгой беседы пошли они к преосвященному епископу Иоанну и вкусили хлеба на трапезе его. Князь Борис Константинович поведал блаженному Иоанну все по ряду о преподобном Дионисии Печерском, о житии его, великих трудах и подвигах. Иоанн сказал на это, «О, князь, без колебаний и сомнений исполняй то, что начал послова апостола. Кто умеет хорошо управлять домом своим, тот печется и о Божьей церкви». «Благому началу должно ожидать от Бога и благопотребного конца. Ты ведь уже принял благословение и молитву от честного и святолепного старца преподобного Дионисия. И ныне он послал к тебе благопослушливого своего ученика, трудоположника и постника, этого эфимия, который по благости Божией может дело твое начать и совершить и быть в сих подвигах о Христе образцом для других людей. Тогда князь встал с места своего и поклонился епископу до земли, прося его пойти с ним и эфимием на место будущего монастыря, где им укажет Господь. И пошли они на взыскание места сего со всем священным собором и клиром, с крестами и иконами, воспевая молебные песни. С ними прошли сановники, князья и бояре, и множество народа, мужи, жены и дети. На пути полагали перед Яном расслабленных, прося у него исцеления. Святой возносил о исцелении их тайную молитву к Богу, возлагал на них крест и руки свои и окроплял их святой водою. И с того часа прекращалась болезнь их и целовали они ноги святого, благодаря Богу. Весь народ был объят великой радостью, все изумлялись и говорили, что святитель подобен святому Григорию, епископу Акарагантийской церкви. Так шли окруженные народом великий князь, святой Иоанн и блаженный Ефимий, воспевая молебные песнопения. Наставляемые Богом вышли они за город, обозрели окрест града на все четыре стороны и пошли на северную сторону, вверх по реке, называемой Каменка, на которой был построен их город. Здесь, близ города, на берегу реки, на высокой горе, нашли они место прекрасное видом и удобное для построения монастыря и избрали его для этой цели. Святой Иоанн благословил и осветил со всем собором место это и вознес ко Господу молитву. Господи Боже наш, Ты пролил кровь Свою во обновление святой Твоей церкви. Смиренно молимся Тебе ныне. Положи благодать Святого Духа в основание храму, который будет создан Тебе на этом месте. Да будет он жилищем славы Твоей, да будет прославлено с ним величие Твое псалмами и песнопениями, и да получит молящиеся в нем от Тебя благо, коим и исполнены небеса и земля. Спаси их, охрани от бед в будущем и с подоби славы Твоей. По молитве святой Иоанн водрузил крест честный на поставление престола. Благочестивый же великий князь взял своими руками лопату и стал копать ров для основания церкви. Это было в 1352 году. Помощью Божией была воздвигнута прекрасная каменная церковь по имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа честного и боголепного Его преображения. И всячески ее украсил благоверный великий князь. Святой же Иоанн поставил архимандритом блаженного Эфимия и повелел ему священодействовать в Митре, в Палицею истрепидами. Князь Борис Константинович даровал блаженному Ефимии все, что требуется для строения монастырского. Так начал устраиваться общежительный монастырь. В скором времени число братьев в нем достигло до трехсот человек. В день честнага праздника преображения Господа нашего Иисуса Христа блаженный архимандрит Ефимий с прочими постниками искусными иноками пришел из монастыря в епископский дом к святителю Иоанну и просили они святого, чтобы он отслужил у них в обители божественную литургию. Получив согласие, архимандрит Ефимий тотчас возвратился в монастырь и вышел со всеми братьями на встречу епископу. Облазбезав блаженного Ефимии, великий Иоанн пошел в церковь с ним и с прочими иноками, отраслями винограда Христова и овцами духовными воспевая молебные песнопения. Во время литургии церковь преображения Господа нашего Иисуса Христа пришел благоверный великий князь Борис Константинович и увидел здесь чудное видение. Ему казалось, что с епископом служил облеченный в светлые ризы муж, сияющий образ, коего был страшен и несказанен. По окончании литургии улучши князь приступил к святому Иоанну и, поклонившись ему до земли, просил епископа объяснить виденное им. Епископ, не желая открывать тайны сей, сказал князю, о, князь, что ты видишь чудесного в том, что я служил в божественной литургии с добрым пастырем двора сего духовного словесных овец. С нами были здесь лишь священные иноки, которых твое величество знает. Другого же священника с нами не было. Но князь продолжал умолять святого Иоанна, чтобы тот объяснил ему видение. Тогда святой сказал ему, если Бог открыл тебе видение, я ли могу в сие утаить? То был ангел Господень, который не только ныне, но и всегда посещением Божиим сослужил мне недостойному, но не рассказывай никому о виденном тобой, пока я жив. Так говорил святой, ибо не любил он смиренный, чтобы дела его добрые им за принимаемые им от Бога были ведомы другим людям. И когда его вопрошали, какая добродетель высшая, он отвечал, творимая тайна. Блаженный Ефимис братья умолял благоверного князя святого епископа Иоанна, чтобы они удостоили трапезу своим участием. Когда трапеза была приготовлена, все они воздали Господу благодарение и, насытившись, стали вести духовную беседу. Тогда по желанию великого князя и по прошению архимандрита Ефимия и бывших с ним иноков блаженный Иоанн произнес слово учительное Отцы и братья, не подобало бы мне недостойному и немощному поучать вас о душевной пользе. Всем ведомо, что всякому желающему спасти следует прежде всего соблюдать веру и вести жизнь сообразно с нею, ибо жизнь воздержанная, но без права веры не принесет пользы. Так же и вера без благих дел не может приблизить нас к Господу. Но для совершенства следует, чтобы было и то, и другое. Вера же должна быть любовью с поспеши своема. Любовь начало всех добродетелей. Все они произошли от нее. Следует нам удаляться от злых дел и держаться добрых, помышляя о том лишь, что достойно небес. Следует нам согласно Христову Евангелию жить в смирении, послушании, чистоте, воздержании от телесных наслаждений, в любви, милосердии, человеколюбии и страхе Божьем по слову. Пригвозди страху твоему плоть мою, судеб твоих я убоялся. Не следует нам пропускать времени для своего исправления. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день, ибо, задумав многое, часто на другой день мы ничего из задуманного не достигаем. Итак, если мы будем удаляться от зла и возревнуем указанным добродетелем, то спасемся, и, шествуя узким и прискорбным путем, достигнем Царствия Небесного. По окончании беседы этой, святой Иоанн удалился к себе в дом епископский. Видя чистое житие его, дьявол, исконеприносящий вред роду человеческому, воздвиг брань на праведного, дьякон преподобного именем Елиферий с некоторыми царковниками уговорил некую любодеицу, обещав ей много серебра, и стали они искать удобного случая, чтобы отлевитать епископа перед князем. Они возбудили народ и, придя в епископский дом, изгнали святителя Иоанна с бесчестием и поруганием из города. Он же, памятая незлобия своего владыки Иисуса Христа, ничего не сказал против их ожесточенного нападения, но, выходя из города, обратился лицом на восток и, воздвигнув руки свои к небу, молился Богу о ненавидящих его, говоря, Господи, не измени им всего в грех. И тотчас, когда молитва еще была на устах его, гнев Господень поразил церковников, объял их страх и трепет, тьма покрыла их, они совершенно ослеп и нуждались в вожде. Видя это, народ пал к ногам святого и своплем и слезами просил прощения, святой простил их и благословил. Каясь в грехе своем Елефереса слезами припал к ногам Иоанна, говоря, помилуй меня, раб Божий, прости мне, смиренному, беззаконный и безбожий замысел мой против тебя. Жив, Господь, Бог мой, не отступлю я от святых ног твоих, пока ты не обещаешь прощения в беззаконном моем замысле. Не поминай садиланного мной зла, отче преподобный. И долгое время повторял это преподобному Иреферий. Блаженный же Иоанн отвечал, «О человек, не мы должны обещать прощения, как думаешь ты, но только один милосердный Бог может прощать. Исцеляет язвы душ наших тот, кто претерпел ради нас страдания. Он дарует нам прощения в прегрешениях наших и очистит нас, ибо Он взял на Себя грехи мира. Поднял Елеферия с земли Иоанн сказал ему, Господь чада, простить тебя. Святой помолился перед всем народом за согрешившего Елеферия и за церковников, совращенных им, и осенил их крестным знамением. Они тотчас прозрели, ужаснулись все люди и прославили Бога, творящего дивные чудеса святыми своими. На месте чудо, совершенного святым Иоанном, сузарьские граждане задумали создать церковь во имя чудо святого архистратига Божия Михаила в Хонях, ибо чудо было совершено епископом в день празднования чуда архистратига Михаила. По благословению святителя Иоанна вскоре была создана сия церковь и граждане отделили для церкви часть своих земель и назвали их по имени святителя селом Ивановским. Однажды к святому Иоанну пришел благоверный князь Андрей, брат великого князя Бориса Константиновича. После обычного благословения и молитвы князь сказал епископу. О, святый Божий, хочу я просить тебя об одном благодеянии. Добрый же тот пастырь отвечал, ничто тебе не возбраняется. Желаю я, чтобы ты дал мне благословение на создание монастыря и накинем, ибо чудо случилось со мною. Плыли мы однажды по волнке от Нижнего Новгорода, и вот на реке поднялся такой сильный ветер, что от множества великих волн лади начали сокрушаться, и всем угрожала смерть. Тогда плаватели стали молить Бога, с ними и я молился, чтобы Господь избавил нас от угрожающего несчастья, и дал я обет Богу построить церковь во имя Пресвятой Богородицы в честь и славу ее покрова, и устроить монастырь на жилище и покой и накинем. Тотчас прекратилось на реке волнение, и настала тишина. Ныне время исполнить обет мой. Епископ ответил на это, не препятствую в твоем желании. Благоверный князь сказал, пошлем за преподобным отцом архимандритом Ефимием и попросим у него место на берегу реки, где удобно было бы построить монастырь. Посоветовавшись, они послали за архимандритом. Тот пришел, поклонился им и спросил, зачем вы звали меня, господа мои, для чего надо было прийти мне к вам. Они сказали, дай нам место длиной и шириной всем сожжений, ибо с Божьей помощью хотим построить монастырь на той реке, где витаешь ты, пастырь добрый и делатель Христов винограда. Князь поведал ему о случившемся с ним на Волге и обед свой, как он обещал устроить монастырь на жительство инокинем. Блаженный же Ефимий сказал, о, князь, Господня земля и концы ее, если Богу это угодно, да будет благословенно место, которое ты требуешь для создания монастыря. Князь поклонился блаженному Ефимию и дал ему в монастырь обильную милостыню. Затем он избрал место на реке Каменки против монастыря преподобного Ефимия. Здесь с Божьей помощью была построена деревянная церковь во имя Пречистой Богородицы. В память славного ее покрова и устроена обитель. Это было в 1364 году. Старейшинство в обители Иоанн, епископ, вручил племяннице блаженного Ефимия, который он перевел сюда из лавры святого великомученика Александра, находившийся в том же городе Суздале на горе. Спустя некоторое время обитель посетил епископ Иоанн, похвалил и благословил ее, и, поучив о пользе душевной, удалился в дом свой. Так заботился святитель Иоанна в своем духовном стаде, приводя его на пажить духовную. И просиял этот святитель как звезда, не только в Суздале, но и в дальних странах. Правя богоугодно своею о Христе паствою, достиг он святолепной старости. Оставив престол епископский, удалился он в боголюбскую обитель Пресвятой Богородицы, где постригся в схему и жил в непрестанном безмолвии. Когда приблизилось время его блаженной кончины, святой Иоанн заболел, но ненадолго. В час разлучения с телом он причастился святых и причистых тайн тела и крови Иисуса Христа Господа нашего и почила Господи в 1373 году октября месяца в 15 день. Мощи его святые с пресночениями были перенесены в город Суздаль. Когда Суздаль узнали о представлении святого Иоанна, епископ Дионисий и прочее духовного и мирского звания люди вышли из города со свечами и кадилами навстречу мощам святого. Встретив их благоговейно с честью положили их соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы на правой стороне. Гняня почивает под спудом нетленными и до ныне, помогая и исцеляя приходящих с верой во славу Христа Бога нашего и Мужа слава вовеки. В 1743 год 27 октября в день памяти святого мученика Нестора при гробе святого Иоанна сотворилось чудо. После обычного благовеста к утрене за три часа до рассвета перед самым концом полуночницы, когда церковный сторож вышел из соборной церкви Рождества Богородицы, чтобы дать знак Козвону, в церковь вошел человек босой и в одном распахнутом кафтане. Тотчас он устремился за правый столб к ракам святых чудотворцев Иоанна и Феодора, епископов Сузарьских и воскликнул «Святитель и отче Иоанн, неугодник Христов, подошли к нему, поднялись с земли и стали спрашивать, кто он и какая причина вопли его. Он же со слезами поведал следующее. Зовут меня Иваном Васильевичем Жинкиным, я из посада этого города, с марта месяца одержит меня тяжелая болезнь. Правая рука и левая нога отнялись у меня и язык перестал двигаться. Ничего я не мог ясно сказать в то время. Произнося глухие и неясные звуки, я давал знаки левой рукой. Вечером этого дня, лежа на одре моем, я начал плакать, поминая свои грехи, коими я прогневал Господа Бога. И стал я в уме моем призывать на помощь Матерь Божия и Святая Икона, коя была близ за драмой его, и вместе с ней угодников Божиих святителей, чудотворцев Иоанна Феодора, епископов Суздальских и преподобного чудотворца Сергия Игумена Радонежского. Все домашние мои в то время спали, ибо была уже глубокая ночь. Во время плача моего увидел я, что в комнате, где я лежал, воссиял свет. И вот явился муж, облеченный в светлую одежду. Став близ за драмой его, он воздвиг руки свои к небу и молился, «Милосердий Господи, помилуй создание Твое!» «Слыши это!» Я перестал ощущать в себе болезнь и дерзнул вопросить явившегося, «Кто ты, святые Божии?» Он же ответил, «Я Иоанн, епископ Суздальский. Иди в соборную церковь, где лежат мои мощи, и там получишь полное исцеление болезни твоей». Я хотел припасть к честным святым его ногам, но он тотчас стал невидим, исчез и свет, сиявший в жилище. Став садра, на коем лежал восемь месяцев, я почувствовал себя здоровым и тотчас пошел в соборную церковь, воздавая Божию угоднику благодарение. Выслушав слова исцеленного, изумленные священнослужители послали церковного сторожа в дом его, бывший близ из Васильевского монастыря, известить о происшедшем его домашних. Домашние исцеленного были весьма изумлены, не найдя его дома. Вскоре в соборную церковь пришли мать и жена его, принесли ему обычную одежду и возвестили находившимся там, что этот Иван действительно был одержим тяжкой болезнью и что они не знают, как он исцелился. Падши, низу святых мощей угодника Божия, он, они воздали со слезами теплыми, великое благодарение святителю и чудотворцу Иоанну и, отслужив молебен, удалились в дом свой. Исцеленный же не пошел с ними, но пробыл три дня у соборной церкви, слушая со слезами пение церковное. Спустя три дня он очистил себя таинством покаяния перед отцом своим духовным, священником Васильевского монастыря и, причастившись в монастыре тела и крови Христовых, удалился в дом свой, радуясь, славя и благодаря Бога и величая за вступление и помощь великого святителя и чудотворца Иоанна епископа Суздальского. Писание о всем чуде засвидетельствовал Иван подписью исцелевшей правой руки своей. С ним засвидетельствовало чудо и присутствовавшее тогда в храме священнослужители. Богу нашему слава во веки веков Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала.